Вечер добрый! Слушаете вы, надеюсь, свое радио. И понятное дело, что напоминать вам о программе «Живые» нет смысла. Каждый будний вечер с 8 до 10 в эту студию приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько беседуем. Ну и, понятное дело, они играют свою музыку. Вот Максим Васильев написал в группе ВКонтакте. Не слышал «Черный обелиск», так что мне в любом случае интересно. Всем своим доброго вечера. Мне это сообщение показалось удивительным. Ну, просто потому, что, оказывается, есть люди, которые не знают группу «Черный обелиск». Советско-российскую. Ну, в общем, говорить долго можно об этом. История очень большая, история очень глубокая. Музыка у них роскошная. Ну, уже я назвал коллектив. Познакомимся чуть позже. Каждого из ребят представлю. И, само собой, естественно, затянем мы наши тягучие беседы после того, как они сыграют свое первое произведение. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали? Поехали. 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 Слава богу, что выполз, но хоть как-то выполз. Не думаю, что до концерта. Ничего, сейчас разорвется. Спасибо, спасибо, что живой. Спасибо, что пришел. Далее, гитара Михаил Светлов. Можно поздороваться, ну, хотя бы разочек за эфир. Добрый день. Спасибо. У кого день, у кого ночь. Бас-гитара Данила Захаренко. Привет, привет, привет. Он же и бэк-вокал, между прочим. Ну, единственный человек, у которого свой собственный микрофон в его собственной коморке. Макс Олейник. О, включили. Здрасте. Барабанная привычка. Стучать, да. По микрофону. Ну, говорят, барабанщики обычно играют, а в микрофон и стучат, судя по всему. Итак, здесь сегодня черный обелиск. Что сказал? Везде стучат, очень мало кто играет. Это так. Ну, ты-то играешь. Не знаю. Я тебе говорю. Сегодня они здесь не случайно. Понятное дело, что пришли поиграть в программу живые и вместе с собой принесли свой новый альбом. Удивительно красивый, издан. Скажу так. Я сначала подумал даже, что сам по себе переплет кожаный. Настолько он плотный. Настолько он с тиснением красивым и ярким сделан. Но единственный недостаток, я вам скажу, что буклет оттуда достать нельзя. Я так это вскрыл коробочку за буклетик. Выбрать и повесить. Да-да, не говори. Он пришпилен прямо внутри к самой коробке. То есть получается, коробка это обложка буклета. По сути дела, большая обложка. Но об этом мы тоже можем поговорить чуточку позже. Альбом называется «Революция». Правильно? Да. Просто коротко, лаконично, ясно. И давайте вот что. Очень важный момент. Как с нами связываться? Мало ли, вдруг вы захотите мало знакомой группе задать вопросы сегодня. Ну, человек же сказал, что он не знает, что это за группа. Поэтому можете присылать смс-ки. Что, Дима напрягся? Ничего, я шучу так. Значит, смс-ки можете слать на смс-портал 4647. 4647. Сначала пишите свои, пробел делаете, а потом уже все, что хотели бы адресовать сегодня в программу. Это может быть вопрос какой-то от вас, может быть эмоции, просто впечатления. Ну, все, что хотите, одним словом. Далее, группа ВКонтакте. Она работает, официальная группа ВКонтакте. Работает для вас, официальная группа своего рода. Что это было? Не знаю. Сегодня у нас вечер, как бы, правильно сказать, привидений. Я слышу звук, но не понимаю, что это был за звук. Сейчас разберемся. Песня так называется. По запаху поймем, что это был за звук. Пишите, пожалуйста, также в группе ВКонтакте. Там уже анонс давно выложен. И, собственно, название коллектива выделено синим. Значит, это активная ссылка, кликая на которую, оказываетесь у них в сообществе. Картинка. Тут все достаточно просто, если присмотреться к себе, прежде всего, и к своему пониманию того, что вы видите на сайте. Сайт своярадио.фм. Там сверху есть плеер. В плеере слева онлайн-аудио. Это чтобы слушать онлайн-видео. Справа. Нажимая на эту кнопку, вы оказываетесь в видеотрансляции, которую она представляет Планета.ру. Там, собственно, кроме картинки, есть еще и чат, в котором тоже можно что-либо писать. В общем, обо всем, что нужно было. Да что ж ты все стукаешь, прям и все отключил. Тебя не слышно уже. Ну, скажи. Я не скажу, я просто чуть-чуть. Давай, убирай. Можно в него говорить издалека. Хорошо. Ну, да. Как-то однажды попсовые певички, которые, не помню ее фамилию, неважно, которые очень изящно держали микрофон. Кто-то из наших ребятишек сказал, знаешь, дорогая, микрофон иногда это только микрофон. Вот так, я все срезается вот там, я помню, я как-то вот так. О, эти, да, эти долго не могли понять, что это, микрофон только лишь. Знаешь, какая штука. Разобрались, наконец-то. Хотел сказать, на старость лет, не хочу выберить. Когда повзрослели? Давай так. Когда уже повзрослели немножечко. Так вот, сегодня то, что здесь будет происходить, называется презентация, правильно? Или уже пели эти песни где-то? Мы уже пели, мы уже проехались достаточно большое количество городов. Понятно, спасибо, программа закончилась. Я думаю, что это будет справедливо сейчас. Вот почему так вот? А это презентация в эфире? Ладно, договорились. Где были-то с ним уже, с этим альбомом? Кто помнит? Ну, поднил, уйди к микрофон тогда, раз помнишь. Да. Москва. Москва, да. Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Воронеж. Юга, Юга. Ну, почти, почти Воронеж, да. Саратов. А, Саратов-то почти Воронеж, я понял. Теперь буду знать просто. Привет, Волгоград у нас был Воронеж. А, Волгоград был Воронеж? А что в Волгограде так похоже на Воронеж? Я его перепутал. Ну, почему-то он перепутал, и привет, Воронеж, Волгограде. В итоге Волгоград. Ну, в общем, хорошо вас принимали, я знаю, читал об этом, и альбом хорошо пошел. Как называлась первая вещь? Марш революции. Правильно, это первый трек, по-моему, с этого альбома. Да, это ты сейчас хорошо угадал. Ты очень правильно попал, на самом деле. Будем дальше слушать музыку, и, естественно, беседовать на предмет того, как он получился, почему именно такой, кто это все, в конце концов, так красиво оформлял, мне тоже было бы любопытно. Что дальше будет? Петь или говорить? Не, петь, 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 петь. Петь, давайте. Песня «Душа». Вот мы всегда говорили на концертах, что это душа, именно вот внутреннее наполнение, которое наше, да, основное, наверное. То есть своя собственная душа. Да, вот. Не кого-то душа, а ты в туалете, да? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня... Поехали, да? — Чёрный обелиск. Погнали. Дома огни и чёрный снег, и новый день берёт разбег. Окно диван и красный плед, закрыл лицо, меня здесь нет. Я там, где я не буду никогда, где бродит убежавшая душа. В объятиях затянувшегося сна, я снова там, я был вчера. Восьмой этаж, мой дом, моя тюрьма, несколько шагов от двери до окна. И вроде бы чуть ближе неба ввысь. Один неверный шаг и камни вниз, и камни вниз. Полоска света по стене, раскинув руки их, тело на спине. Недвижимо лежит и тихо ждёт, когда душа за ним придёт. Туда, где бесконечно суета, где вечно рядом счастье и беда. Восьмой этаж, мой дом, моя тюрьма, несколько шагов от двери до окна. И вроде бы чуть ближе неба ввысь. Один неверный шаг и камни вниз. Восьмой этаж, мой дом, моя тюрьма, несколько шагов от двери до окна. И вроде бы чуть ближе неба ввысь. Один неверный шаг и камни вниз. Мой дом, моя тюрьма, моя печаль. Что было, то прошло, теперь уже не жаль. Жизнь – не дорога к смерти, жизнь – борьба. И с вылестой тропой идёт моя душа. Заметьте, у микрофона не совсем здоровый человек. В смысле, простывший. Простывший человек. Я сейчас обращаюсь ко всем музыкантам, которые после программы «Живые», например, слегка где-то кексану, говорят, ну я просто приболел, у меня проблемы. В смысле, вторая песня, а ни одного кикса пока. Но я ждать буду этого момента. Зато я слава забываю. Да, я понял. Сядь к микрофону, пожалуйста. Ты и микрофону забываешь периодически. Мы в этот говорим, в тот поём. Напомню, сегодня здесь «Чёрный обелис» со своим новым альбомом «Революция». Очень красиво издан альбом. Кстати, все ваши альбомы издаются необычно, весьма богато, ну, то есть красиво так. Есть кто-то, один художник-дизайнер, который этим занимается? Или просто вы передаёте энергетику каждому из новых дизайнеров, и они знают, что делать? Мы всё время в поиске ищем, кто бы нам сделал бы получше. На этот раз делал художник, который делал пластинки, оформлял пластинки «Аматори». Миша, кому ещё он там? Не помню, что я не помню, да? Может, Алексей вот нам подскажет. Многим. Ну, многим. Вот Алексей узнает. Как его за многим? Денис. Денис, прекрасно. Хороший Денис. Кто не знает, Денис. Теперь, если вы хотите сделать хорошее оформление альбома, вы имеете в виду, есть Денис. Замечательный модул человек, который многим группам уже сделал красивое оформление альбома, в том числе и группе «Чёрный обелиск». Очень познавательный был момент сейчас в эфире. Мне очень нравятся такие ходы. Значит, массово вопросов уже есть. Давай я почитаю вопросы. Люди интересуются, поэтому не могу пройти мимо этого. Станислав Павлов, например, спрашивает. Как записывался звук для нарезки на виниловую пластинку? Настоящий аналоговый или всё-таки с использованием цифры? А что, уже есть винил? Меня сейчас застали врасплох. То есть ты не знаешь, как записывается звук на виниловую пластинку? Нет, я знаю, как мы, во всяком случае, писали моего, естественно, в цифровом виде. И в аналоговом виде писать, то есть параллельно цифровому, это что-то, нечто из... Угу. Угу. Но винила пока нет. Винила нет. Нет, Алексей, нет же винила. Ну, вот. Все такие вопросы. Он многим делал. Оформление винил скоро будет. Мне очень нравится такой правильно, грамотный... Нет, нет, я сейчас без иронии. Не надо выдавать тайн, да? Рыбные места мы пока что оставляем для себя. И дальше вопрос следующий. После того, как спросил Станислав Павлов про запись винилового альбома. А когда выйдет виниловая версия альбома «Революция», Алексей? Скоро. 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 Я теперь знаю, кому адресовать подобные вопросы. В общем, это раньше, через полгода, да? Скоро, да. Скоро это как? Много это сколько? В ближайшее время. Раньше времени. Раньше? В ближайшее время. Хорошо. Мы передадим Станиславу. Он как настоящий дипломат. Абсолютный дипломат. Абсолютный дипломат причем. Привет. Не могу сегодня находиться с вами. Убегаю по делам. Но обязательно послушаю запись этого эфира. Черемлиск одна из самых легендарных групп российской рок-музыки, с чем я даже спорить не буду. Спасибо группе за новый великолепный альбом, который на меня произвел огромное классное впечатление. Спасибо группе за существование удачного эфира. Прошлый их эфир в живых был очень завораживающим и драйвовым. Владислав Масликов написал. Да, шучу. Вот лучше исправлять в лучшую сторону. Маленько. Правда, говорят, что лучший враг хорошего. Но мы постараемся сегодня хотя бы не испортить. Ладно? Значит, Даша Григорьева. Новый альбом отличный. Более агрессивный, чем прежний. Но, безусловно, крутой. Очень понравился кавер на Эстенау. Из песен «Черного велеска» приятно удивил круговорот вокала Митяя. А понравились больше всего из нового альбома песня «Краденное солнце». Уж не знаю почему. Пишет Дарья Григорьева. Вот интересно, почему, собственно, удивил круговорот? Что в нем? В нем я там пищал. Типа называется это модным словом «скриминг». Ну. А до сих пор никто не знал, как ты пищаешь-то? Только дверь, в которой ты палец защипываешь. Да, да, да. То есть больше никто? Нет, еще у нас был звукорежиссер, с которым я голосом карлик разговаривал периодически. Все, ты уже меня удивил. Песню «Круговорот можешь не петь». Я теперь понимаю, что если я услышу голос из-под стола где-нибудь у себя на кухне, я буду знать, чей это голос. Кто пришел, да. Кстати, ты хорошо и вовремя заговорила о звукорежиссерах. Сегодня за пультом звукорежиссерским здесь, в студии своего радио, Михаил Казаков. Все встали. Ваша овация, аплодисменты. Весь звук, который вы слышите вживую, это его рук дело. Ну, то есть часть, которая выходит в эфир, это его рук дело. Музыка, это, понятно, дело рук музыкантов группы «Черный обелиск». 46-47, коротенький номер для ваших смс. 46-47, сначала свои пишите, пробельщик, потом уже все, что хотели бы сказать, спросить, может быть. В общем, народ пока что вопросов особых не задает. Например, в Израиле тоже смотрят эфир и приобретают диски. Группе «Привет из Израиля» хотели бы видеть здесь. Павел Бринь, насчет видеть здесь. Ты сказал, что вы проехались уже по югам. А дальше какие планы куда? По Волжье. По Волжье? Все? Часть. Понятно. Хорошо у вас поставлено, на самом деле, в коллективе. Мне очень нравится этот подход. Пречислим, может быть, здесь один. Но есть желание. Очень много? Ну, хотя бы так. Шесть? Что шесть? В принципе, на сайте вообще есть все туровые даты. Афиши и места. Неприличный ты человек, сразу на сайт отправляешь. Ну, конечно. Ну, хотя бы на вскидку. Мне просто любопытно вот самому сейчас. Нижний Новгород. Отлично. Казань. А, прекрасно. Уфа. Замечательно. Самара. Чудненько. Еще что-то. Тольятти. Тольятти, так. Ижевск. Ага, ну, это примерно вот так. Вот это примерно вот. А вот как-то туда подальше, Владивосток, например. А мы там были. А вот что вот перед Новым годом? Той секундочку. Вы же были на югах были. Перед Новым годом? А перед этим мы были там. От Челябинска до Владивостока. А вы дома-то были? Были. А мы надолго не выезжаем. Мы на недельку и обратно. Нет, хотя... Ну, три. По Сибири вот это вот, ну, в смысле вот... Хорошо, три недели за одну. Там было три, да. Ну, мне просто любопытно вот сейчас, если по вашим собственным эмоциям, ощущениям, где, в каком регионе, я всегда это, меня всегда это интересует. Лучше принимают музыку вообще тяжелее. Непрогнозируемо. То есть бывает, ты едешь, много народу, все хорошо, но и стоят столбами, да, и вроде, типа, если они уже подпели, это уже угорели. То есть это уже угар. Ну, это в Эстонии так. Ну, нет, чуть-чуть, чуть-чуть сюда. В Финляндии так обычно. Если подпевают, значит, все угорают. Питер, например, такой город. Питер? Да ладно. Да, там, если уже люди поют в зале, это все, это конец света. То есть, получается, вы уже добились успеха. Да. Огромного. Да. Никогда не думал, что Питер... Он близок к Финляндии, конечно, но не настолько. Есть города просто прям головосносящие люди там. Там стоит их, там, не знаю, там, сто там, с небольшим человек, ощущение, что ты там для стадиона играешь. Мне только на голову, правда, не запрыгивает еще. Кто это, кто это? Это Даша Григорьева пишет, в Челябинске отлично принимают. Ну, это она намекает, как я понимаю. Да были недавно. Ну, вот, ну все уже. Тогда, Даша, вы, извините, в пролете, что называется, парни там уже у вас побывали. Так что в ближайшее время, вероятнее всего, не попадете. Здесь я сейчас пытался считать, не смог, не успел просто. А десять песен, да, я так понимаю, на альбоме получается? Да. Несколько вот оборона, как минимум, в ротации. Она у меня оказалась. То есть, получается, песня не совсем уж прям вот совсем свежая. Мы решили ее как бы туда вставить. Она в новой аранжировке выходит? Она немножко пересредена, чуть-чуть, и кое-что там подправлено. Ага, то есть она все-таки с изменениями. Да. Как минимум, гитары переписаны. А, кстати, да. То есть есть смысл в ротации ее поменять тогда на новую версию? Возможно, да. Можно послушать, может быть. Ну да, я просто сравнил. Есть одна фраза, одно выражение, которое меня прям вымораживало. Мы же можем. Вот так было. Мы же можем? А что здесь? Мы же можем? Не знаю. Я вот польский язык какой-то слышу. Дмитрий, мы же можем. Мы же можем? Нет, ну да. Ну, хотя, как посмотреть. Я очень люблю другую фразу. У меня жопа-то больше. Здесь как-то двух из трех смыслится. Угадывается. А в мы же можем это не более чем игра языка. Я не вот это сочетание букв мне бесит. А кто текст сочинял? Извините. Так что пользуйтесь, друзья мои. Давай дальше петь. Что это будет? Краденое солнце. Краденое солнце. Сейчас я, а то мне все с разбегу, с разбегу. Мне неудобно периодически что-то. Ну, давай, вставай уже. Поднимите этого мужчину к микрофону. Напомню, сегодня здесь Черный обелиск и их новый альбом, который называется «Революция». Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Длинное такое, но в нем есть сермяга, такая глубокая-глубокая. Довольно необычный для меня, пишет она, восторг от нового альбома «Черного белиска». Прежде всего, это восхищение резкими и точными текстами. Обычно для меня все-таки на первом месте музыкальная составляющая. Все песни, если слушать по порядку, представляют цельную историю, единую тему, идущую от состояния общества к душе каждого человека. И внутренней свободе. Финал потрясающий. Изначально мне показалось не очень точным название альбома. Ведь она же реальность, в которой бушуют настоящие войны, а не революции. И вот прослушав, переслушав и заслушав до дыр, я поняла. Речь идет о революции внутри каждого человека. Избавление собственной души от рабства и мрака. Стремление к свету, свободе, тому, к чему стремится лишить нас современный мир. Я не хочу ни в коем случае ничего сказать плохого Юлиусовой, это наша постоянная слушательница, но как передавиться в газете, это правда. Да, мне напомнило. Да, 57-58 года. Ну, слова красивые, правильные слова. Судя по всему, об этом альбом и есть. Ну, если искренне, как говорит человек, пишет, почему бы и нет? Нет, она очень искренняя, да. Если нравится, нравится, не нравится, она как за звездой. Спи, моя красавица. Да, не говори. Не говори об этом. Значит, вопрос такой. Выступают ли музыканты за рубежом? Если да, то где и как часто, и как воспринимает на концертах нерусскоговорящая публика? Что мы считаем сейчас за... За границу? Ну, там, где не говорят по-русски. Нет. Нет, там, куда мы не ездим. А почему? Принципиально, что ли? А как? А кому вы там нужны? Ну, не знаю, есть же группы, которые катаются. Ну, мы к ним не относимся. То есть, вы не относите себя к тем группам, которые нужны там, где не понимают русский? Ну, судя по всему, да. То есть, тексты имеют настолько большое и важное значение, что бессмысленно? Ну, не то, что бессмысленно, а... Ну, если позовут, конечно. Ну, собственно говоря, он говорит. А, включил. Если позовут, то можно? Ну, а так-то никто не зовет. Вот в этом вся и проблема. Так что... А сами мы туда не поедем. Мы лучше поедем туда на отдых. Ну, это тоже понятно. Вот, кстати, что касается... Зовут, не зовут. Ну, в России знают группы, любят группу. И, безусловно, почитают группу. Ну, кстати, в Израиле-то вроде как тут звали. Ну, это язвально узкоговорящий. Но пока только звали. Ну, а вы чего не сказали, да? А не звали. Пока не звали. Звали, но не дозвали. Есть между... Вот позвали и поехали. Есть еще... Я не пойму, кто из нас евреич. Говори точнее, пожалуйста. Так звали или не звали? Так и звали. Так и звали, но не дозвали. Ну, будем надеяться, что зазовутся. То есть, может быть, они просто не в телефонную трубку кричали, а так пытались орать. Может, и, конечно, прослушивают. Вот вас ждут в Сибири. Ну, в смысле, в тур. В этом плане. Народ пишет, когда снова в тур по Сибири. Мы, как обычно, в Сибирь без зиме ближе. К морозам. К морозам, да. Когда планируете в Пермь. Очень вас не хватает. Новый альбом отличный. Ну, вот планы, планы, планы. Понятное дело, что планы музыкантов не всегда совпадают с планами промоутеров и клубных, там, концертных деятелей. Сложно увязать. Тур, чем сложен, его по городам очень сложно выстроить. Там логистика сложная даже, да, достаточная история. Увязать все это так, чтобы было всем интересно. Почему отменили ваше выступление в Минске 12 июня? Его не отменили, его перенесли. Там стрёмная тетка. Там дядька. Дядька. Нет, тетка там, по-моему. Там было что-то с организаторами. Там уже тетка? Что-то было с организаторами. Там уже мамка? Нет, нет, не в голове. Нет, нет, это ты очень сейчас высоко. А, в смысле? В культурной сфере? Фу. Я думал, может быть, я что-то проспал. Выходные прошли, я, может быть, что-то упустил. Да, там уже Виктория Нуланд какая-нибудь, да, с печенюшками. Она привычна. Чего делов-то? С картофельными чипсами. 46-47. Это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробельчик, потом уже все, что хотели бы сказать коллективу. Вопросы ваши, а что значит отменили? Перенесли, почему перенесли? Что случилось? Ну, какая-то проблема была с организаторами. Так может, 12 июня, еще столько времени впереди. Нас очень предупреждали. Попросили попозже приехать. Другие организаторы попросили приехать попозже. А, ну то есть вам толком ничего не объясняли? Мне объяснили, но, может, это не для эфира просто. А, ну хорошо, если не для эфира, я понимаю. Ну, я, в принципе, вкратце сказал про старинную тетку. Ну да, я понял. Тетка немного не в себе, судя по всему. Нет, она просто... Мы боимся ехать. Мы боимся этой тетки. Я же говорю, не в себе. Кстати, заметил, что на концертах чего часто затевают слэмы? Мне всегда казалось, что это явление не подходит под такую музыку, где тексты обогащены смыслом, несут идею, рассказывают историю. Интересно, а что-то сами музыканты группы думают о слэмах на своих концертах? Ну, во-первых, не всегда. Так она и пишет. Не всегда. Не всегда. Восприятие у каждого разное. Поэтому какая разница? Ну, кто-то любит попрыгать, кто-то любит послушать. Это для концерта, для того и есть, для разных людей. Да, и как бы, ну, какое бы у нас отношение к этому не было, оно как есть, да, как... Ты не можешь запретить. Да, не нравится, например, что там ночь наступает, да, ну и что с этим сделать. А ты сам со сцены когда-нибудь прыгал на руки в зал? Нет. А пробовать пытался? Он максимум один раз украли, и о пол шмякнули. В смысле украли? Да, это было в Екатеринбурге. Подтяни к себе микрофон ближе, иначе тебя очень плохо слышно. На руки меня взяли, стали качать и... На руки? Качали. А, ну, в смысле, на него раз пять подбросили и побежали другого за другим. То есть с тех пор ты в зал на руки... Ну, да, я стараюсь туда, а не ручка стоять. Особенно меня веселят девчонки, которые со сцены. Вот вокалистки, которые прыгают в зал, и я так наблюдаю, так руки-то несут. Ну, может быть, есть проблема в каком-то... Ну, в одной области такой. Вот мне тоже всегда так, а потом мол того я как-то видел случай, когда ее сначала на спине несли, потом перевернули и стали нести на жиротеты, понимаешь? То есть от сцены ее несли спиной вниз, к сцене лицом вниз. Хорошо не вынесли из зала вообще. Потом часть зрителей из зала ушла. Ну, тех, кто нес. Миссия выполнена. Да, я понимаю, почему. Видимо, молодые, потому что горячие. Остыть, Сережа. Остыть надо было, да. Черная обелиска отличная коллектива. Бросит давление туда. Отличен он не только качественными песнями. Хочу сказать спасибо за редкую для известных рок-групп. Доброжелательность, общительность с поклонниками. Пишет здесь Алексей Толстолуцких. Ребята всегда находят время для автографов, совместных фото, в то время как могли бы сразу уйти на отдых. Уйдешь там иногда, после деться некуда. Отойти на отдых как-то звучит. В смысле уйти со сцены. Это очень приятно поклонникам. Музыкантам ведь тяжело. Вам это не надоело? Бывает и желание отказаться от такой традиции. Это, понимаем, выход после выступления в зал. Бывает очень тяжело, да. Ну, в принципе, минут через 10 пускает. Просто есть очень душные залы. Сейчас еще ситуация исправилась. Перестали курить. Потому что иногда хочется из клуба просто убежать. Потому что душегубка не лучше. Так лучше или хуже душегубка? Нет, хуже. Так лучше или хуже татарина, скажем? Сейчас гораздо лучше. Поэтому как бы это... Можно выйти отдышаться даже туда, потому что гримерка как же хава бывает. А что ты видишь? Вот мне интересно просто для себя тоже понять. Сколько программа длится ваша? Часа два? Нет, поменьше. Мы обычно часа полтора играем. Часа полтора. Час сорок. Час сорок. Рубилова действительно тяжелого. Потому что музыка непростая. И вокал, собственно говоря, нужно тащить на себе. Непростую задачу. И вот после всего этого отдышался 10 минут. Пошел в зал. С одной стороны, для творческого человека, для артиста, это важный момент. Минута славы. Да. Тебя щупают. С другой стороны, ты же наверняка от этого мог бы и устать. Но ты все равно идешь. Особенно на третьей неделе, когда ты выходишь. Какой третьей неделе? Сколько лет глюпит уже? Ну, ешкин. Не-не, вот это, когда это, там, через какой-то промежутки, ничего. А вот когда в течение трех недель каждый день, практически, вот это да. Но ты все равно идешь. Это что для тебя, обязаловка некоторая? Или чувство долга? Что это вообще? Не, ну они пришли-то к тебе, собственно говоря. Все-таки чувство долга. Все-таки чувство долга. Ну, как-то не то, что их там жалко, но как-то... А потом они иногда много интересного тебе говорят. Вот в эти мгновения, когда фотографируются? Ну, нет, ну не все, конечно. Некоторые пытаются тебя пивом облить. Это да. Страшные тетки, надо поцеловаться там и так далее. Обычно самые страшные лезут целоваться, да, скучаешь? Да. Чем страшнее, тем... Чем больше целоваться, да. Тем любят целоваться, да. Так. Вот. Но иногда там люди интересные попадаются, кто-то там... Ну, так есть, бывает о чем пообщаться, в принципе. О музыке, о жизни, о том, что в городе происходит и так далее. Несмотря на тех жлобов, кто пытается облить пиво, несмотря на жутких и страшных целующихся теток, ты все равно... Нет, ну это не... Не все, не все, конечно. Да, далеко и не всегда. Не всегда и не все, я понимаю. Ты все равно идешь к людям. Это значит, ты человек высокого чувства долга, высокого чувства ответственности перед своей аудиторией. Это правильно я сейчас сказал? Ну, наверное, я не задумывался об этом. Значит, и не надо думать, я так решил. Типа надо сходить и... Вот видишь как, ты отвечаешь, надо сходить. А кто-то говорит, да какой там нафиг я отработал, все, пошли все куда дальше. И домой. А ты идешь. Это очень показательный момент. Давай пить. Нет, бывает иногда мы сваливаем. Все-таки. Теток страшных много в зале присмотрел. Ну, мы иногда не успеваем просто никуда. Иногда бывает поезд настолько рядом с концом концерта, что... Бегом-бегом. Собраться. Не, ну это уж другое дело. Ну, кажется, надо ехать дальше, куда вопросов не снимают. То все равно успевают. Где-нибудь поймать отдать. Давайте петь. Что это будет? Сейчас посмотрим. Снег. Снег. А, ты читал слово? Да. Снег. Как всегда, живой звук в программе живые. Здесь сегодня группа Черный Обелиск. Их новый альбом «Революция». Дима с пепитром. Прелесть какая. Прелесть какая. Ну что, готовы? Это у нас. Поехали. Поехали. Белый пеленой Тихо падал снег Закрывая даль Собой от всех Белый тишиной Накрывал поля Неизвестный край Встретил так меня Ни птицы крик Ни лазь собак Не даст мне знак Куда направить шаг Между двух миров Между двух стихий Между двух миров Потеряв себя Ты понимаешь, что однажды Свернул с дороги зря Снег и тишина Облачная высь Небо и земля В темноте сошлись Приближалась ночь Медленной волной Накрывая все Черной пеленой Ни птицы крик Ни лазь собак Не даст мне знак Куда направить шаг Между двух миров Между двух стихий Свернул с дороги зря Ты понимаешь, что однажды Свернул с дороги зря Между двух миров Между двух стихий Так легко Принять Собрату миражей Между двух миров Потеряв себя Ты понимаешь, что однажды Свернул с дороги зря Между двух миров Между двух миров Между двух миров Свернул с дороги зря То есть, я так понимаю, это фишка в конце каждой песни, что-нибудь так, чтобы там блям-блям потелебенькало. Нет, клево, клево-клево. Если это фишка, то поддерживаю. Новаторство мы всегда приветствуем, правда? Тут, кстати, много вопросов и разговоров идет о новаторстве, и я хотел бы этой темы тоже коснуться. Ну, понятное дело, что сегодня времена своеобразные. Как мне кажется, музыка переплелась, очень много синтетического появилось в музыке в плане перемежения. Рок-коллективы зачастую используют и скрипичные всяческие инструменты, ну, как бы струнные, да, целые такие группы струнных инструментов. Да и чисто попсовые приемы, всякие звуки и так далее. И много попсовых приемов, и электронику там и так далее. Это не значит, что это плохо, это, ну, может быть, как модно, или, может быть, сегодня именно так они видят свое звучание. Вы, что называется, как работали в той стилистике, в которой много лет работаете, так и никуда от этой стилистики не отходите. Притом удивительный факт для меня, что каждый новый альбом звучит все равно по-новому, по-разному. Как-то вот в каждом новом альбоме что-то для себя новое открываю, несмотря на то, что инструменты, что две гитары, бас и барабан. Все, по сути дела ничего. Что это? Это консерватизм легкий. И, ну, я не знаю, как это еще назвать по-другому. Это принципиальная позиция? Мы все-таки, наверное, играем музыку так, вот я лично, которую я играю. Не знаю, как остальные там. Ты свое, а не свое играешь. Да, я играю ту музыку, которая мне нравится, да, как бы. Я играю так, чтобы мне нравилось все-таки тоже. Поэтому в этом, наверное, определенный и консерватизм, и в то же время следование за какими-то там моими изменениями, вкусами и так далее. Ну и, видимо, может быть, я не знаю, как, как, ребята, вы... А я, можно, я скажу... Как вы в этой группе играете, я расскажу. Да, расскажу, как мы играем в этой группе. Придумывается песня новая какая-нибудь. И ощущение, вот мы прям вот на волне моды, все-все-все замечательно. Придумывается следующее. Она же теоретически совершенно другая. Мы такие, господи, ну как они вместе будут жить на одном альбоме? Потом все это записывается этими руками, и получается... Получается как всегда. Получается как всегда. Или в смысле как всегда. Получается, то опять черный обелиск. Вот просто совсем недавно. Надысь, как... Мы все время пытаемся записать не черный обелиск. Надысь, как тут говорят, да. По старинке. Столкнулись мы с одной удивительной штукой. Ну как удивительной, не удивительной, но интересной штукой. Когда какое-то было обсуждение тоже в группе ВКонтакте. Что-то там обсуждали. Музыку, стили и так далее. Я вообще не люблю делить на жанры. Я считаю, что хорошая музыка — это достоинство. Плохая музыка, хоть какой жанр на нее не привесит, но все равно останется, понятно, какашкой, да? Так вот. На что ее не намажь. Ни на что не намажь. Лучше не мазать. Лучше не теребить. Да не теребенька этим мамобу. Процесс прохраем. Да, да. Так вот, кто-то написал, не помню кто, что фраза была, конечно, уникальная. Дескать, свое радио слушать не всегда получается. В машине не очень удобно. Ну, потому что интернет там, все дела. У компьютера слушать радио не привык, а слушаю чаще всего программу «Живые». Ну, вот, немного напрягает или как раздражает, или что-то такое было сказано, или и меня, и многих музыкантов, с которыми я общался, очень разные стилистические, значит, коллективы выступают. Я прочитал это и задумался. Сейчас я приведу этот пример. Вот, предположим, можно ли было ковбоям в те далекие-далекие замухорские годы предполагать, что их рабочая одежда, джинсы, которые они носили под длинные, грязные, потому что мне, извините, лошадинам сапоги, кожаные куртки, когда-то кто-то будет носить под пиджак с галстуком, к примеру. Когда-нибудь это ковбою, который в этих джинсах, он их просто вот так вот в хлам, это рабочая одежда, приходил, могло прийти такое в голову? Я думаю, что нет. Сегодня это совершенно нормально. Кто не в джинсах сегодня, скажите мне? Хоть кто-нибудь есть? Ну, директор положено быть не в джинсах. Все же, да? И нормально, и можно, как говорят, эти джинсы под пиджак не носят, говорят сейчас. Бедный ковбой, он перевернулся в гробу, наверное, на 583 раза, потому что ему в голову такое не приходило. 586, я считал. 6, ты считал. Когда-нибудь кто-нибудь мог бы предполагать, что женщина, ну, скажем, сегодня, в сегодняшнем дне, может спокойно совершенно совмещать несовместимые абсолютно вещи в своей одежде. Условно говоря, какой-нибудь почти классический верх и почти отсутствующий низ. Практически, да. И так же ходят, и ничего, и мы смотрим, и говорим, о чём, клёво. Вот это и есть перемешивание стилей, жанров, фактур и так далее. Если уж говорить о классическом подходе, что нельзя смешивать, то есть должны быть все жанры, каждому своё, каждому своя дорога. Вот радиоджаз там, например, чистый джаз, причём никакого попса, никакой джаза, только классика. Потому что иначе это ж не джаз, ты ж понимаешь, да? Вот, и вот рок-радио и так далее. По мне так сейчас... Причём каждая радиостанция должна играть исключительно в узком спектре этого стиля, да? Да. То есть там Дэдх какой-нибудь, или, например, я не знаю, там... Иначе поклонники... Рок-н-ролл. Не поклонники Дэда скажут, что это за рок-н-ролл тут? Дэд, давай. Я вот к какой мысли пришёл. На сегодняшний день консервативных людей становится, как мне кажется, всё меньше. Очень хотелось бы в это верить. Мне хочется верить, что я прав в своих наблюдениях. Но всё-таки они ещё пока остались. Они будут всегда, конечно. Они ещё пока остались. Так вот, по мне, то самое смешение, перемешивание и проникновение одного жанра под жанр, под видов другой... Это единственный, наверное, собственно говоря, путь развития. Собственно говоря, как в природе. По-другому не получится. Иначе будет вырождение или самоповторение, и самоплагиат такой по кругу. Ну и как с рок-н-роллами, да? То есть вот беда такая уже. Вот они уже... Жанру развиваться, на мой взгляд, уже некуда, да? Как бы здесь идёт... Развивают тоже как-то. Ну, мне кажется, он развивается в сторону такого отбора, в сторону качества, например, исполнения и так далее. То есть шлифовки уже такой в большей степени. Если посмотреть на группы ранние, да, это всё было такой, там, криво-косо. Да, сейчас люди просто гениальные некоторые вещи исполняют. И всё это... Вот. Ну, хотя и в тяжёлой музыке, по большому счёту, та же тенденция так тоже есть. То есть не сильно меняясь, она просто как бы вот шлифуется в каких-то мелочах, в таких там, в исполнительском мастерстве, скажем так. Ты знаешь, как часто бывает, когда очень много заявок приходит, но это хорошо, мне очень льстит нам то, что и на живых много приходит, и в ротацию народ присылает свои песни. И слушаешь, бывает, один вопрос в голове вертится. Как бы по культуре не отказать? Ну, потому что так много вторичного, так много третичного, и так, когда человеку уже вежливо пишешь, поймите, какая важная штука. Я пытаюсь найти в вашей... Хоть что-то, что меня зацепит. То, что вы играете, вы играете хорошо, в общем-то, но это уже сыграно было, и не один раз. Они об этом не знают, потому что они в городе одни. И они не знают истории музыки. Они вообще думают, что они одни. Единственные. Да, единственные, потому что в городе другой группы такой нет. В принципе, может быть, другой вообще нет, другой группы. Им кажется, что они один... Это сыграно, как в «Ландыше серебристом». Да, я гений, ты вор. Да, так вот, играют они уже много раз сыгранное. Даже ходы, даже рифы, я их знаю наизусть. Хотя для них это новая написанная песня. Поют они... Они где-то это услышали лет 20 назад, и сейчас они сочинили это заново. И когда текст в песне под такой хороший гитарный наворот, типа «Катя, здравствуй, Катя, ты прекрасна сегодня». «Катя, ой, Маша, привет, Маша, как ты...» И потом это запев. А припев «Как вы, девчонки, все хороши?» И думаю, дальше-то что-то будет, следующий припев. Он другие имена перечислит. И присылает эту песню. Ну, обычно шлют лучшее, ну, чтобы показать, проявить себя. Я сижу и думаю, если это лучше, то я боюсь, я дождусь Коли, Сережи и Васи в следующей песне. А вот это меня совсем уже не будет греть внутренне. Вот мне интересно от вас, от опытных, от маститых, от монстров российской музыки, рекомендация молодым музыкантам. Как добиться того, чтобы... Ну, не с первого... Когда вы воруете, вас не палили, да? Со второго захода, понять свой собственный путь. И не воровать, и не быть уверенным в том, что ты играешь своё, не понимая при этом, что совершенно чужое у тебя уже там... Здесь есть одна сложность. То есть для того, чтобы быть в тренде, надо как бы изучать материал, да? А чтобы быть оригинальным, его надо не изучать, да? Вот тут вот борьба противоположностей такой. То есть можно быть оригинальной совершенно музыкой играть, но её не очень будут воспринимать, потому что, ну, как бы она не в тренде. Вот этот вот баланс вот этот, наверное, надо как-то соблюдать. То есть это такая история, которая повезёт, не повезёт, ты хочешь сказать? Да, во многом. То есть хотел посоветовать молодым что-то, но не получается. Очень сложно. Это такой тернистый путь, что, в общем, как бы встав на него, многие пожалеют. Это да, это правда. Ну, начиная сначала семьи жалеть, а потом уже те, кто встал на этот путь, вот, собственно говоря, оно к этому и приводит к финалу. Почитаем СМСки, потом споём. 46-47 — это короткий номер для СМС-сообщений ваших, для СМС-посланий, свои, пробел. Потом уже... Так. Не нашёл нигде информации, почему Вова Ермаков ушёл, как работа с Максимом отличается, или не скучаете, или... Ну, надо отвечать на эти вопросы. Да можем ответить, почему нет, да. Отвечай. Вот. Ушёл он домой. Собственно говоря, встал и ушёл, по большому счёту. По большому ушёл? Нет, по большому счёту. А, извини, не услышал. Ну, вот. А-а-а. Сказал, что устал. Не хочу, у меня дети трое. Ну, вот-вот-вот, только что мы об этом говорили. Вот. Смысла нет. Угу. Пойду домой. А вы при этом в тур на юга. Не, у нас тогда была ситуация не очень хорошая, как бы. Он ещё и занимался административной деятельностью на тот момент, как бы. И в этом вот его это состояние, оно тогда на нас очень сильно отразилось. Ну, то есть не дождался он момента, судя по всему. Ну, надо было что-то делать, потому что мы приходили на репетиции, и морды куда-нибудь в угол, и так это надо репетировать. Так нельзя? Нельзя, согласен. Вопрос к тебе. Уж извини, как написано. Сейчас глотни, чтобы потом не прыстать сразу. Что у Михаила со здоровьем? На концертах всегда сидя играет. Это парашютист. Он в Смоленске сиганул у нас в дырку одну. С Михаилом я надеюсь, что скоро всё будет хорошо. Во-первых, не всё время, а буквально последние пять концертов. И у меня такое предоперационное состояние сказали, не напрягаться пока. Поэтому играешься. А потом меня почикают быстренько, и всё будет хорошо. Ну, то есть проблем, в общем-то, никаких не видишь. Я уже готов. Фух. Слава богу. Значит, ребята, спасибо, что вы есть. Настоящий рок-стар с человеческим лицом. Новый альбом «Зверский», «Так держать», «Юрик» из Северодвинска. И «Шкатка» издалека пишут. Знаем мы. Знаем мы этого. Юриков. Этого Юрика. Чего, знаете, что ли, Юрика? Знаем. Знаем. Ну, Юрик один такой. В Северодвинске. В Северодвинске, да? Хорошо, очень люблю группу. Как вот та группа, которая одна в городе, так же и Юриков в Северодвинске, он один. Очень люблю группу, слушаю уже много лет, бываю на всех московских концертах. Пару раз видел классную молодую группу на разогреве. Будут ли ещё подобные интересные разогревы? Кстати, также видел Диму в клипе той группы. Дима Огонь, что за группа? «Третий Рим». А. «Третий Рим»? А, про «Третий Рим» я уже хотел пошутить что-нибудь. Не надо. Про «Рим» не шутят. И вы в клипе этой группы снялись, я так понимаю. Да? Да. А, ну, хорошо. То есть ты вообще не в курсе того, что происходило? Ну, нет. Да, видимо. А, если ты сказал, то не делаешь? Было дело, да. То есть молодых вы поддерживаете? Не всех, но самых ярких. Собственно говоря, да. Не то, чтобы как бы ярких. Как бы вот так вот случилось, что мы с ними так подружились. Ну, обратить внимание на группу «Третий Рим» ты рекомендуешь? Я бы, да, на месте многих бы послушал хотя бы разок. Вдруг понравится. В принципе, очень талантливый вокалист, гитарист. И, на мой взгляд, может быть, чуть-чуть поэзия такая, она, ну, не для всех, да, как бы. То есть? Ну, она... Замысловатая. Замысловатая весьма. О, всё, как мы любим прям. Надо послушать группу. Да, подгоню. «Третий Рим». Давай, подгони. Есть материн? Конечно. О, отлично. Отлично записано, ребята. Мне было бы интересно послушать. Вот Юля говорит, слушала, а я нет ещё пока. Вот мне интересно теперь будет послушать. Давайте петь. Этот час заканчивает чем-нибудь. Может, чем-нибудь хитовым? Таким... У нас всё... Что-то про смерть какой-то опять, да? Не, ну, подожди, ну, подожди. Я не о том. Ну, вы же не только альбомные песни, но и снова альбомы сегодня петь собирались. Но главное успеть альбом, успеть. Успеем, успеем. Рок Стар. О, давайте Рок Старом закончим. Это час, это час закончим. Ну, давайте, хорошо. Её знают, любят, и даже те, кто говорит, что не знает группу... Откуда эти звуки берутся? Даже те, кто не знает, говорит, что не знает эту группу, он сейчас откликнется точно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Черный обелиск». Поехали уже? Поехали. Когда-то очень давно, в каком не помню году, Взял я в руки гитару на свою беду. Я играл для себя, и плохой компанией Окончилась вся гитара манией. Друзья служили, а я согрешил. Я тогда для себя всё решил. Я сидел и по ночам играл, И вот смотри, кем я стал. И теперь я Рок Стар. И все зимы, и штучный товар. Рок Стар. Вечный праздник, бесконечный угар. Рок Стар. Это та, чем я с детства мечтал. Вот и стал. Но теперь я болен. Болен и стар. Болен и стар. Годы мчались, менялась страна. Друзья отправлялись на небеса. А те, кто остались, обрастались семьями. А у меня всё, не было времени. Меня не терзали ни страх, ни сомненья. Я просто жил в другом измерении. И сам себе я со стол перестал. И вот смотри, кем я стал. И теперь я Рок Стар. И все зимы, и штучный товар. Рок Стар. Вечный праздник, бесконечный угар. Рок Стар. Это та, чем я с детства мечтал. Вот и стал. Но теперь я болен. Болен и стар. Теперь для себя не ищу оправдания. Я это я, и гори все огнем. Мне надоело перед вами кривляться. Заделать вид, что у вас бесконечно влюблен. Рок Стар. И все зимы, и штучный товар. Рок Стар. Вечный праздник, бесконечный угар. Рок Стар. Неужели я об этом мечтал? Вся же стал. А теперь я болен. Болен и стар. 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 Слушайте, забавное сообщение пришло еще в первом часе. Включили с дочкой перед сном эфир на краденом солнце. Годовалая Саша, увидев папу, стала махать ручками и танцевать. Папа, привет и тебе. Ксения Малышева написала. Да. Ну что, пауза была большая и перерыв достойный. Для того, чтобы нам как-то отдышаться, немножечко встряхнуться, надо бы с песни начать. Что это будет за песня, скажи мне? Еще одна добрая песня называется «Смерти нет». Ну, в общем, по названию я понимаю, что она добрая не может быть иначе. Поехали? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня черный обелиск со своим свежим, свежеизпеченным альбомом «Революция». Поехали? Не шуми листва, стихнете ветра, растелись ковром трава. Я в последний путь проводил друзей, пусть будет пухом им земля. Простение, а не смерть. Слезы ведется круче очередных витков. Я вижу смутный ряд. Не плачьте вы о них, когда они уйдут. Платков одежды надевайте черных. Позрадуйтесь со мной. Простение, нет. Выглашённых. Не плачьте вы о них, в томительном бессилии. Желая удержать, когда их час придёт. Поймите, смерти нет. Они, расправив крылья, уходят в выстребительный полёт. На пустых холмах захоронят прах. Поставят спаса на крови. Чтоб поминали тех, кто так давно ушёл. И не отдал своей земли. Простение через смерть. И путь давно изучен. Покинут премный мир. Их души воспарят. Не плачьте вы о них. Когда они уйдут. Платков одежды надевайте черных. Возрадуйтесь со мной. Теперь они живут. Среди людей на небо приглашённых. Не плачьте вы о них. В томительном бессилии. Желая удержать, когда их час придёт. Поймите, смерти нет. Они, расправив крылья, уходят в выстребительный полёт. Не плачьте вы о них. Когда они уйдут. Платков одежды надевайте чёрных. Возрадуйтесь со мной. Теперь они живут. Среди людей на небо приглашённых. Не плачьте вы о них. В томительном бессилии. Желая удержать, когда их час придёт. Поймите, смерти нет. Они, расправив крылья, уходят в выстребительный полёт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok В концертах я то самое как бы Немножко перед этим ездили вроде как Поешь каждый день и уже не очень нужен Сейчас неделю валялся А он здесь неправильно не весь написан Да я понимаю, альбом свежий В общем в принципе простительно Смотри какие интересные вещи пишет Николаев Александр Хороший вопрос, друзья Сейчас я успокоюсь В связи с чем Михаил Как показалось стал последнее время Играть больше Усложнилась ли музыка или Митяй стал постепенно Отходить от гитар Миша задумался По-моему все как было Просто наверное раньше на это не обращал внимания Просто раньше ты не был на переднем плане может быть Ты где-то там в сторонке стоял Да так же Ну сбоку да обычно стоит А сейчас я не сбоку стою А где центр А теперь я сижу А теперь на меня внимание больше обращается Когда сидишь на тебя больше внимания А потом ты вот если нас брать как группу То ты в центре Да конечно Ты сегодня звезда Да у меня микрофон и я звезда Да 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 У меня два Слушайте Две звезды Две звезды без Да 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 Ванек Семенов Липск спрашивает Ребят хотели бы вы еще принять участие В каком нибудь проекте Как в эльфийской рукописи Группы эпидемии Но более масштабным Спасибо Например Так откус я знаю Ну да Нет например Лаптева Виктор Соколов Был очень удивлен Услышав черный аберриск В рекламе колбаски Останкинской О я я Кстати там снимался мой друг Музыкант и актер Александр Луканичев Вопрос ребята Как вас угораздило К директору Вопрос судя по всему Ну на самом деле Мне понравилось Колбаска Работа такая Рекламка Рекламка Она очень живенькая Получилась такая Ну в общем да Вот И изначально было Люди когда Прислали Техническое задание Там было Прямо Белым по черному Чего Наоборот Черным по белому Написано Что Клип будет Такой не клип А ролик Никаких Он будет очень парадоксальный Будет задействована Масса людей Это будут глобальные съемки И так далее И так далее И не проучаствовать в этом Как-то Ну в общем было бы глупо Да Ну тем более что Это не бесплатно Это по моему тот ролик Где Скворечники Скворечники Прибивали Ну да Хотя Там были Раскадровка Грубо говоря Как это все будет Но вот что так Я не ожидал То есть обманули вас Раскадровка Получилось даже Глобальнее Чем я ожидал Ну я думал Что будет Менее затратная реклама И более такая Но я скажу так Вот мои ощущения Когда я в первый раз Этот ролик увидел Как обычно реклама Она короткая Но там 30 секунд Скажем Начинается ролик Все вот эти Полуспартанские Какие-то вещи Я думаю Ну какой Интересно Западный Первая мысль была Западный ролик Потому что масштабный А потом когда речь пошла О колбасе О так это что Это продолжение серии Папа может Вот эта вся серия Продолжается Мне очень понравилось Правда Мы ее исполнили Как-то на каком-то концерте Папа может Да А сейчас можете А ну А ну А ну Пускай Пускай Останкинская нам Немножко Денег А ну А неважно Какая разница Колбаса Есть колбаса Какая тональность Че давать Еще на китай Папа может Папа может Папа может Папа может Папа может 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 Гениально просто Гениально Это сейчас мы не анекдот Напомнили уже Изъезженная тема Конечно Когда встречаются Два друга Выпускника Композиторского отделения Какой-то там Серьезной консерватории Один на Золотом мерседесе Практически Другой пешком Ободранный какой-то Драненький Сели попить Вместе Поесть Тот который Значит В золотых часах И брюликах Спрашивает Ну как твои братан дела Как после учебы Ну что я написал уже Пятую симфонию Два струнных квартета Ну в общем Ничего Сейчас мой спектакль Ставится За рубежом И в общем Вполне себе ничего Говорит А ты как Говорит А я по малым формам Ну в смысле Ммм Да ну Я хотел сказать Что Вот когда только Этот ролик вышел Было полное ощущение Что вот мы 20 28 лет играем И это Единственная вещь Которую большая часть населения Может нас узнать Это наш самый главный хит Реклама делает Кто-то написал Ну наконец У чернобелевских хит появился Хит да Который знают все Тут вопрос Человек задает Уже не в первый раз Что за гитара у вас FGN Откуда Халява Кастом Халява Кастом Ну давай Расскажи немного Из Японии Это фабрика FUJIGEN Японская Которая делала И ябанезы И делала Фендера Японские Люблю это слово Очень Да Оно у нас В нашем языке Как говорят Американцы Ibanez Это очень Так По-русски Так как я это делал Я расскажу Мы договорились По поводу Эндорсмента И кончилось все тем Что каждый Еще себе По несколько штук Прикупил Вот Так что мы В основном Не хочу обидеть Но настолько Они недорогие Что ли Они настолько дорогие И очень качественные То есть Митяй Все таки Колбаса Своё дело делает Я так понимаю Нет Мы купили до колбасы Это было летом Ну на самом деле Там Я уж не знаю Как Михаил С этими людьми договаривался Но Продали нам Достаточно дешево Эти гитары Несмотря на Ну звучат они офигенно Не в полную стоимость Далеко Офигенно звучат Вот офигенно Какие там фендера Какие гибсоны Это замечательно Нет Ну гибсона Гибсону рознь Ну ладно Я понял Но ведь Видишь Оказывается У нас же как народ полагает Сейчас купит он дорогую гитару С брендом Мирового значения И он заиграет Купит себе Макларен Да И будет Шумахером Типа того Но ведь не всегда же так Давайте петь А потом я Нет Пока вы готовитесь И решаете Что вы будете петь Я прочитаю сообщение От Ильи Нурлиной Нурулиной Так правильно Если честно Довольно давно знаю о группе Не могу сказать Что относилась негативно Скорее была к ней равнодушна А после того Как услышала на своем радио Простите меня Отношение резко изменилось В позитивную сторону А сегодняшний эфир Полностью перевернул Мое представление о коллективе Обязательно послушаю альбом Крайне приятно Что ребята очень открыты Позитивные К сожалению Не все именитые коллективы Могут похвастаться Вот такой простотой В хорошем смысле И доброжелательностью После этого надо петь Ей спасибо За слова А что за песня Попробуй сейчас Не важно Свобода Здесь каждая тварь Не забывай Не забывай Здесь каждый хочет стать Похожим на Ленина А я хочу стать Похожим на Сталина Половину стенки Здесь каждый гад хочет стать депутатом Чтоб ездить по штатам и муратам А я хочу стать Пуле в стволе Чтоб помнили гады Всегда во мне Здесь трудно дышать От запаха тлен Но я хочу бежать Из этого плена Туда, где воздух чище Где запах свободы Скорее отсюда Скорее на волю Где нету ментов Где нет сатинеров Нет нищих старух И коллег у заборов Вы мне говорили Это рядом со дверью А я там был Я вам больше не верю А ты даже хочешь Стать олигархом И самым главным Почти патриархом А я хочу стать Почти твоим другом Онкологом Или Нервохирургом Струно дышать От запаха тлен Но я хочу бежать Из этого плена Туда, где воздух чище Где запах свободы Скорее отсюда Скорее на волю Где нет ментов Где нет сатинеров Нет нищих старух И коллег у заборов Вы мне говорили Это рядом со дверью А я там был Я вам больше не верю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не тот, как всегда Привычка Микрофон Ну, ничего говорить Обычно там фразы допивают зрителя В последний момент вспомнил, что их нет Тех, которые могли бы допить Я бы не стал пить Я испортил тебе из концерта Просто если бы я начал Поэтому я никогда этого не делаю Сергей Трифонов Уф, я успел Пара вопросов пишет Сергей Чья была... Кстати, мне тоже это интересно И поэтому я на этот вопрос Обратил внимание уже давно Просто вот забыл, что надо было Об этом спросить Еще 15 минут назад Чья была идея Вставить в альбом Кавер на Ноутилус? Ну, это совсем не металлическую группу Возможно, повторюсь, но все же Могу сказать, что у нас Помимо директора Он же является и креативным директором Креативным? Креативный То есть креативный Реактивный Нет слова креатив Так, это его идея Это его идея И моя, так сказать, реализация Подождите, ну если его идея То почему тогда ты так на это Браво Я очень скромный И спасибо всем А вы петь сегодня собирались? Михаил Конечно, конечно Хорошо, значит мы Только не я петь собирался Значит мы ее сегодня услышим Второй вопрос от Сергея В России много рок-групп Названий которых есть прилагательное Черный Немного Хороший вопрос Немного, но есть Слышали ли вы творчество Молодой группы Черный Кузнец? Большое спасибо за новый альбом Ну, слышали И чего? И чего, да Ну и все Слышали Ну и чего, чего И ничего Опять же Че, чего А ничего Есть хорошие Никто по этому поводу Ну, как вы, Сергей, себе представляете Вот сейчас музыканты Начнут рассказывать Какое у них Собственно Впечатление от группы Черный Кузнец А если оно не хорошее? А если вдруг Они обидят музыкантов Группы Черный Кузнец? А если вдруг У них наоборот Сильно хорошее отношение И они вообще ревнуют Эту группу Потому что считают их Лучше, чем себя И они сейчас об этом Скажут в эфире? Ну, что, Сереж Такие вопросы лично задаются В переписке, например В приватной Ну, и то не факт, что ответят И то не факт, что ответят Да, это я и хотел Собственно сказать Так, интересно Сколько времени Черный Обелиск уделяет Репетициям Ежедневно Или в какие-то Или же в этом нужды нет А новый материал Как многие отыгрываются На концертах Как часто репетируете? Ну, перед туром Репетировали Часто, да Хороший ответ Даже больше не перед туром А перед московской презентацией Перед московской концертом, да Кстати, а в Москве Это когда концерт будет? Был Был Я понимаю, а будет? Будет 30 мая Какой-то металлический фестиваль Какой-то, да Вот А в Питере? Алексей? Где будет? Питер вы решили обделить Потому что там не танцуют Там поют Я понял Ну, мы там недавно были Да понятно, что нет Но я же понимаю, что да Ну, уже играли Но все-таки люди хотят Теперь уже многие И так зачастили туда А-а То есть и так считали А как часто надо давать концерты В больших городах? Ну, раньше, чем Ой, раньше Чаще, чем в полгода, наверное, не стоит Уже Ну, месяца Ну, хотя бы паузу Там месяцев в три-четыре Надо выдерживать Это, по-моему Касаемо Москвы больше По-моему, у Кинчева же У него шесть или семь концертов в году Это обязательно То есть не больше Вообще? Да Да, по контракту Да Он больше концертов не дает И вот, имея в виду И большие фестивали тоже Он считает, что Сильно перекармливать с собой нельзя Ну, мы тоже будем так делать Когда мы будем Ну, это не ко мне Это сюда Вы туда посылаете Теперь я вас туда буду посылать В ту сторону Обелиских Всегда хотела знать У вас у самих Какой альбом Самый любимый Или памятный Спрашивает Мария в скобочках Которая Андрейка Что за Мария Которая Андрейка Простите И все захохотали Даже казаков Так Я забыл вопрос Пора петь Я так понимаю Судя по всему Это очень глубокое впечатление Наверное, оставшееся До последнего дня жизни Судя по тому Как ребята среагировали Я серьезно А что она спросила Какой самый любимый Собственный альбом Последний Естественно Я и ждал этого ответа Спасибо Черному Абелиску За новый альбом За концерт в Ставрополь За автографы За то, что читают записки из зала Ваши песни Чистая энергия Всегда положительные эмоции Спасибо Пишет Ольга Максименко Сейчас очень многие просили У нас это вообще Игрушка стала традиционной Перекличку хотят Пока ребята будут играть Следующую песню Пускай вот Не обращайте вы на внимание На то, что я сейчас говорю Я говорю сейчас с аудиторией А вы пишите Города, в которых Слушаете сегодня эфир Потом я зачитаю парням Они будут знать географию Сегодняшнего собственного концерта Это, по-моему, любопытная история Какая будет следующая песня? Оборона? Оборона Я ее ждал Как всегда Живой за программе Живые Здесь сегодня Черный обелис Со своим новым альбомом Революция Поехали Все дороги Сходятся здесь в одну Крепко ноги Держатся за страну На руинах Сложно построить жизнь Можно плакать Или смеяться Но Все надежды Смыты уже давно Этой лодке Курса не изменить В наших руках Оборона Здесь против нас Все законы Только они Не помогут Нас удержать Но кто идет Осколком не упадет Ведь не скользко Пейте еще Дай даже легче Нам устоять Сколько правды Выброшено в окно Только равных Нет уже здесь давно Даже в храме Сам себя не простишь К новой жизни Переступая всех Кто-то верит Что его ждет успех Кто-то хочет Просто себя Спасти В наших руках Оборона Здесь против нас Все законы Только они Не помогут Нас удержать Кто-то идет По сколкам не упадет Ведь не скользко Пейте еще Дай даже легче Нам устоять Слишком быстро Время меняет мир Каждый выстрел Эхом вернется К ним С каждой ложью Рвется терпение Мы ведь сможем Все это изменить И однажды Если нам хватит сил Мы покажем Всем, кто нас Забыл Сколько стоит Это не моя жизнь В наших руках Оборона Здесь против нас Все законы Только они Не помогут Нас удержать Кто-то идет По сколкам не упадет Ведь не скользко Пейте еще Дай даже легче Нам устоять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Народ начал писать О, хитяра своего радио Но в ротации она достаточно давно И поэтому знают Эту песню Слушатели Давайте почитаем города Я думаю Что вам любопытно было бы Знать Где сегодня Проходит Где сегодня Проходит концерт Группы Черный обелиск Итак Калач-на-Дону Это Волгоградская Область Арзамас Так Почему убежала? Убежала Вот Арзамас Рыбинск Челябинск Щучья Курганская область Камрад Молдова Всякий раз Когда читают названия Мне очень противно Да не противно Протвино Значит Запорожье Челябинск Рязань Тула Петропавловск Казахстан Ужгород Это Украина Тульская область Липки Раменская Астана Так это Уренгой Понятно Люди не спят Киров Серпухов Волгоград Чайковский Пермский край Беларусь Гомель Алмата Владимир Так Тоншаева Нижегородская область Видимо Поселок Сукино Пишет Сергей Трифонов Нижний Новго Ну так написано Волок Дагдагдагда Северодвинск Архангельская Новосибирск Новосельце Стамбовской Ярославль Пестово Новгородская Эстония Город Тарту Пермь Екатеринбург Харьков Владимир Север Израиля Пишет Павел Брин Ну это нормально Наши все так говорят Сепаратисты Север Израиль Юг Израиль Зачем города упоминать Мало ли Шадринск Рига Латвия Светлоград Ставропольский край Тверь Барнаул Алтайский край Переославль Залез Китайшет Нижний Новгород Серпухов Екатеринбург Минск Беларусь Казахстан Астана Артемий Это не город Это вряд ли человек отвечает Такси Саратов Бутырский район Города Москвы Да Конкретное указание места Иногда портит все ощущения Потому что Москва Питер мы не трогаем Так как это Совершенно очевидно Заречная Свердловская область Спасибо за выступление На старом новом уроке Так Балашов Курган А пусть барабанщик зафигачит Соло Длинное название города Сыктывкар Буйко Страмская область Богородск Скопин Лондон Это реальный Лондон Псков Тверь Ижевск Нарфаминск Станица Суворовская Ставропольский край Уфа Иваново Серпухов Омск Батайск Сочи Краснодар Бресново Сибирск Пермь Торжок Енакиево Славянск Богучар Кривый Рог Муром Ростов Надону Много Такое ощущение Что все города Которые вообще есть Много Я еще почему-то Да Почему-то пропустил Видимо Канада Потому что Монреаль Постоянно с нами Лондон Я прочитал Франкфурт Эрфурт Какие-то еще были Нью-Джерси Это точно совершенно Люди слушают Сейчас почему-то Опаздывают Ад и рай Пишет человек Андрей Панеев Ад и рай Ад и Израиль Хочу посмотреть 98-го года Рождение Ну понятно Ад и рай В школу идти Адова Музыку слушать Райски Приятно Ну я так На всякий случай Прикинул Как это могло выглядеть Ну в общем Такая география По-моему широкая Для вас Очень мне кажется Полезно тоже Информацию такую иметь Будут ли группы Новые футболки С логотипом Нового альбома И все сразу Посмотрели сюда Я так понимаю Да Так они уже есть А где они Они уже даже продаются А как человек Не знает Об этом ничего А потому что Видимо не в Москве Не ищет Интернета у него Видимо нет Да Мы к нему не приехали Но есть Да Есть Мерч есть Давайте расскажу Я не очень понял В таком случае Почему у меня Нет такой майки Все посмотрели Тут Ладно Понятно Или есть уже Пока нет Вторую Пока нет Вторую хочешь Ладно Слушай Вопрос интересный Я честно говоря Сейчас его прочитаю Конечно Но мне твою реакцию Бы увидеть Я сейчас хочу читать И видеть твою реакцию Владимир Бердичевский Спрашивает Вопрос к Дмитрию Ты держишься? А занимаетесь ли вы вокалом? От альбома к альбому Вокал все лучше и лучше В прямом смысле слова Растете в этом дело Скорейшее выздоровление Занимаюсь Записывая пластинки И спивая на концертах Собственно говоря Специально нет Не занимаюсь Да Но от альбома к альбому Вокал все лучше и лучше Ну это чем больше практика Тем как правило Я думаю ты скажешь Это звукорежиссер Во многом И его примочки И его примочки Вон какая у него Это все для меня Это все для всех Это все для всех А где купить футболку Опять спрашивает человека Слушайте Ну есть на сайте информация Какая-то об этом Или в группе ВКонтакте Ну вот давайте так Павел Станьте участником Членом Не хочу говорить Ну как сказать правильно Со-участником Как-то сакцентировал Я теперь вот Головы у меня не выходят Ну членом сообщества Не из головы А из Как еще правильно Ужас какой Как еще правильно Участником сообщества Пускай будет так Частью сообщества Обелисков Вы посмотрите Там есть ссылочка Там у них наверняка Есть информация о том Где можно купить майку Никита Подаков Или Подаков Или Подаков Уж не знаю Как ставить ударение Никита короче Он тоже этот вопрос Уже не первый раз задает Я его вижу Для него видимо Это очень важно Чтобы вы на него ответили Есть ли у музыкантов Черного обелиска Какие-либо фишки Без которых Вы не сможете Так же круто играть Я думаю Это пальцы Вы без них точно Пальцы на ногах Причем Без них вы точно Не сможете Так же круто играть Есть какие-то фишки А чтобы стоять Мы должны держаться Корней Без которых Не сможете Так же круто играть Фишки какие-то есть Я не знаю Как переводить этот вопрос Еще понятнее Извини Да и какие фишки Фишек-то особо Фишек-то и нет Особо Какие-то То есть просто Играете круто И все Круто не круто Для меня это Не круто Понятно Ну в общем Никита ответ Вы же когда ходите Вы не говорите Как я круто иду Ты знаешь А женщина Об этом часто задумывается А не круто ли я иду Мужики Не мужики Не мужики тоже иногда Ты знаешь Смотришь все эти фильмы Где помнишь Бандюганы там С друг с другом Там особая походка Должна быть А не ну это понятно Надо круто идти Круто идти Это все понятно Нет ну конечно Если ты мышцу какую-то накачал И идешь мимо Витрины Накачанной мышцой Да Мышцой посмотреть О я круто сейчас Выгляжу Ну видимо так Ну без этого В общем Если эту фишку снять С тебя То играть ты лучше Или хуже не станешь Как я полагаю 46-47 Это короткий номер Для смс Сначала свои Пишите про Бельчик А потом уже все Что хотели бы адресовать Коллективу Ксения Малышева А может имеется ввиду Ритуалы перед концертом Нет Ксения Давай про эти ритуалы Ну вы понимаете О чем я Пишет она Ну она то точно знает Что за ритуал Она то точно знает Ну делись Все Все может не надо Но частично Ну какие есть ритуалы Через левое плечо Плюнуть трижды Не знаю Я не могу Озвучить это в эфире То есть это настолько Неприлично Уж прости Ну это все Настолько лично То есть ты бреешься Перед выходом На сцену Это настолько лично Ладно хорошо Но при этом Если Ксения Видишь Она не против того Что ты об этом сказал Если уж Я думаю что Есть у каждой группы Такой ореол Ну не у каждой У нашей группы Ореол романтичность Определенная Какая-то Не хотелось бы его разрушать Хорошо В прямом Или в кривом эфире Но не важно Хорошо Потому что можно Разрушить в одночасье Еще говорят что мы Очень не циничные люди Хорошо Тоже не будем Я тоже думал в детстве Что красивые девочки Не писают Но мы Не режем кошек Я так ошибался Ты понимаешь Поэтому лучше действительно Много вы не знаете Лучше пусть она останется Вот эта история В таком ореоле Да-да-да Пусть загадочные Еще теперь такие Согласен Были романтичные И не циничные А теперь будем еще Весьма загадочные Согласен Все будут наблюдать В щели Что мы там делаем Вопрос снят Вопрос снят Я имел ввиду Чай Пишет Ксения Так Чай Я не пью Уже лет Давно Чай не пьешь? Нет Не бухаю А в этом смысле Да В смысле не бухаю Ты пьешь поэр Я пью Ну в общем Как бы Хороший чай Да Если Это ритуал Перед концертом Что ли Получилось Ну я его всегда Себе завариваю Потому что Ну как бы Вода она Какая-то очень Невкусно пить Всю дорогу Сладкий Слипается Кислая Слюни текут Причем он просит Все время большую пивную кружку Чай Да Ну побольше Пару пакетиков Зеленого чая И вот ему Вот этот Он постоянно выходит Все думают Что там что-то не то Да Что я вышел бухать На сцену А в итоге Бухаешь чай Бухаю чай Да И бухаю его уже лет 15 больше Ты посмотри Как мы пришли Наконец Благодаря Ксении К решению Этого вопроса Задан был вопрос На предмет ритуалов Вот тебе чай Все Надо пить Когда уже Наутилус пойдет у вас Сейчас посчитаем Скоро У нас осталось Пескинки 3 Да Так и есть Отлично Вот и попадаем Хорошо Как будет называться Следующее музыкальное Произведение Все по списку Это название Стой и смотри Стой и смотри Стой и смотри Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Черная обелиска Их новый альбом Революция Поехали Сейчас Секунду Секунду Ага Стой и смотри Ветер дышит в лицо Разгоняет туман Вот как снова Кино На дорогах Капган Люди верят и ждут Несмотря и на что Рубят правду и лгут Как порою смешно Мерно смотрят вдаль И хотят все знать Но тебе я могу показать Знай Ты мне не враг Все что есть у меня Я там просто так Встань Рядом со мной Все что вижу я Лежит перед тобой Чужие сны Огонной страны Невыне слов Проливающих кровь На вся же Стой Молчай Смотри Ты увидишь Все что ждет впереди Стой и смотри Если кто-то на грудь Вдруг добавил наград Значит где-то убит Неизвестный солдат Если снова гремит То возможно гроза Но быть может уже Совсем рядом война Люди смотрят вдаль Ты не знаешь Что ждать Но тебе я могу показать Знай Ты мне не враг Все что есть у меня Я там просто так Встань Рядом со мной То что вижу я Лежит перед тобой Чужие сны Огонной страны Невыне слов Проливающих кровь На вся же Стой Молчай Смотри Ты узнаешь Все что ждет впереди Стой и смотри Стой Стой Ты мне не враг Все что есть у меня Все что есть у меня Я там Просто так Встань Встань Рядом со мной То что вижу я Лежит перед тобой Чужие сны Огонной страны Невыне слов Проливающих кровь На вся же Стой Молчай Смотри Ты увидишь Все что ждет впереди Стой Смотри Стой Смотри Стой Смотри Стой Смотри Стой Смотри Я понял Я понял намек Марина Сербакова пишет Ох Спасибо за эфир Музыка оказала лечебный эффект После ужасного дня Головной боли Думала что вообще сил не будет На программу А сейчас прямо все как Рукой снял Спасибо Черное Белисовое радио Смотри как девушек лечит музыка Ну прям вот в лед Тяжелый рабочий день Головная боль А в результате посмотри как И три поцелуйчика еще Вот такие губки которые Да от Марины Почему три почему не четыре Их четверо Это эхо было сейчас Музыкантов Да давай еще раз Ай хорошо Слушай мы сработались Слушай мы сработались Сорок шесть сорок семь Это короткий номер Да Для смс ок ваших Я понял Сорок шесть сорок семь это Возраст Ты знаешь да Где то так Сорок шесть сорок семь Сначала пишите свои Кстати после сорок шесть сорок семь Свои Пробел А потом уже сообщение Которые Хотели бы адресовать Это могут быть вопросы И эмоции Понятное дело впечатление Все что Все что Хотелось бы адресовать Музыкантам Ребятки Смотрите какая штука то Во все Во всей этой истории Альбом Замечательный Могу сказать сразу Сильный очень классный Прям вот Все что угодно Бери и ставь В эфир Нельзя писать такие Сильные альбомы Потому что у программных Директоров Вот и у меня Срывает башню Хочется все сразу А все сразу нельзя Потому что иначе Это дикая растрата Какая то Надо поаккуратненько По чуть-чуть Пока я выставлю все эти песни В премьеры Вы уже следующие напишите Нельзя такие сильные Не у нас Алексей запланировал Мероприятие только на осень А раньше нельзя никак Ну значит На осень Будем крутить по одной Так по чуть-чуть В премьеры брать Хорошо будем расширять Диапазон обелиска Звучащие в эфире Клевые вы Что еще сказать Альбом сильный И хочется мне наконец Услышать уже каверта Вот реально хочется Ну давайте уже Шарф Цвета хаки Ага Ну правда мне дико интересно Как это звучит В вашем исполнении Причем я уверен что интересно Это не только мне А всем тем Кто пока эту вещь не слышал Ладно Ага Вот Тогда мы готовимся Сейчас да Чаек Тебе зеленый заварили кстати Правильно Сейчас А то шалей тоже С одного зелененького А я понимаю да Я понимаю Ты главное выздоравливай Готовы все? Можно? Как всегда живой звук В программе живые Но название песни Я даже произносить не буду Вы сами все поймете Погнали? Погнали Был бесцветным Был безупречно чистым Был прозрачным Стал абсолютно белым Видно Кто-то решил Что зима И покрыл меня мелом Был бы белым Но все же Был бы чистым Пусть холодным Но все же С ясным взором Кто-то решил Что война И покрыл меня Черным Я вижу цвет Но я здесь не был Я слышу цвет Я чувствую цвет Я знать не хочу Всех тех Кто уже красит небо Я вижу песню вдали Но я слышу лишь Марш марш левой Марш марш правой Я не видел Я не видел Страшнее толпы Чем толпа цвета хаки Был билет Был бы Быть черным Да пусть самым чертом Ногда-то главный Кто вечно рвёт в атаку Приказал наступать на лен И втоптал меня в хаки Я вижу дым, но я здесь не был Я слышу гарь, я чувствую гарь Я знать не хочу ту тварь, кто спалит это небо Я вижу песню вдали, но я слышу лишь Марш, марш левой, марш, марш правой Я не видел картины дурней, чем шар цвета хаки Марш, марш левой, марш марш правой Марш, марш левой, марш марш правой Я могу сказать, я очень любил и люблю Нау и, собственно говоря, все, что делалось людьми, хорошими, талантливыми людьми Я редко признаюсь в этом вслух, потому что редко могу об этом сказать, но ваша версия мне нравится больше Вот реально Я не знаю, почему я люблю эту песню в первоначальном звучании Но то, что я услышал сейчас Вот если бы я услышал ее в такой версии лет тому назад Наверное, я счел бы, что я столкнулся с чем-то совершенно невероятным Ну, в смысле, по крутизне своей Но так как она уже была написана, вы ее просто доработали и доделали в своей стилистике То могу сказать, что это просто круто На мой взгляд, это даже лучший оригинал Спасибо Хотя, честно, меня, конечно, обидится кто-нибудь Но пусть я, в конце концов, тоже имею право кого-нибудь обидеть Она стала поагрессивнее То есть, как бы, вместе с, в общем, с этой ситуацией, которая сейчас такая Как она возникла вообще? С чего вдруг? Вы же коверов-то особо не поете, я не знаю Я вот вообще не люблю ковера, а делать мне не очень это интересно Хотя вот на последнем этапе уже где-то вот что-то там появилось Подожди на последнем этапе, ты только жизнь начал Когда ее записываешь, какую-то вот вещь И вот тут вот начинаешь где-то там по ходу проникать Хотя сначала вообще не представлял, как это должно быть У нас Михаил выдумщик большой Круто, 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 это круто Я хотел еще, так сказать, прокомментировать, когда Леха дал такое задание Почему оно возникло? Ну, не на пустом же месте Ну, ковера, они как-то вот Они же по поводу, по делу Когда мы поняли, что пластинка будет, в общем-то, вот такая, как она и будет И с этим названием «Марш революции» Революция Ах, вот в чем дело Да, то есть песня, она как бы вот сама приплыла дальше уже По большому счету Александр Цыпленков пишет Вступительный и продолжительный риф четко заимствованы из группы «Пантера» песни Я как раз хотел это вот озвучить, что Ну, я не сказал, что это прямое заимствование Но, когда Леха дал задание сделать эту песню И когда у меня в голове возник этот риф Я понял, вот она вот так вот получится И никак по-другому Так что, и огромное спасибо Спасибо Даймбак Дарреллу За такой замечательный риф Который добавил агрессии этой песни Весьма и весьма Ой, слушайте, время-то у нас уже подходит О, у нас осталось совсем прямо чуть-чуть Чуть-чуть, одна песня, что чуть-чуть Ну, не хочется вас отпускать вовсе Хочется говорить массу комплиментов Просто потому что, ну, любим мы вас Это однозначно вы Знаешь как, я не люблю этого понятия русский рок Но вы-то корнями оттуда Все равно вышли вот из того, из той плеяды Которая вот считается Почему кино считают роком Вообще не понимаю, почему Земфира — это рок Это хорошая музыка Масса всяких таких у меня есть В этом смысле вопросов к людям Там у Земфира, там, конечно, вот Там рок в смысле вот Там в голове Космос, да Ну, может быть, да Особенно Агата Кристи Рок при всей моей любви и уважении Особенно братец Да-да-да Я их ценю И в ротации они у меня есть Вопрос в другом Что называть все роком Мне кажется совершенно бессмысленно и бесполезно Но я к чему вел Вы все-таки шли оттуда И пришли к сегодняшнему дню Я скажу вам С таким мощным бэкграундом И с таким потрясающим внутренним Удивительным сильным миром Что многим бы молодым музыкантам Действительно столько лет в творчестве Чтобы через столько лет О них говорили так же с восхищением Как мы говорим сегодня О группе «Черная птица» Ну, наверное, надо Нам еще во многом, мне кажется, повезло В том смысле, что Мы постепенно росли с этой музыкой Как бы, да То есть она развивалась И мы развивались У нас как бы вот так вот пошло Что с 2000-го даже Чуть раньше года У нас практически ничего Ну, в 99-м живы Да Вот Когда у нас, в общем, так Достаточно все Было еще весьма и весьма в упадке Вот И как-то И музыка развивалась И мы вслед за этим Потому что Если бы мы не занимались Предположим, лет 10 Я думаю, что мы в этот вагончик Уже не встряли бы никогда Боюсь, что да Тренировка нужна Любым мышцам Даже голове Голове в первую очередь Все от головы Завтра в программе «Живые» Группа «Моя дорогая» Тоже с презентацией нового альбома У нас в этой неделе премьер практически вся Моя дорогую У нас давно любят Поэтому ждем вас К своим радиоточкам Чем закончим сегодня, ребята? Закончим памятью Нашего бывшего, к сожалению, друга Жанна Сагадеева И исполнением его Песни Спасибо, что были здесь Успехов вам, братцы Удачи хорошего Что называется Результата После выпуска этого альбома Я это имею ввиду Как результат И новых молодых поклонников И любви Всей вашей армии фанатской И как можно больше Возможных средств Для продолжения творческой деятельности Спасибо, что были Пока До завтра Субтитры сделал DimaTorzok Далеко Где лишь ветры и травы Там, куда Не идут поезда У далекой Сожженной заставы Ты останешься Навсегда, навсегда И больше пули Тебя не достанут Наши закон Вовек не найдет Никогда Никогда не устанут Гони и пулемет Воле 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 Гуляй Воле 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 На всех одна Играй Воле 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 Гуляй Воле 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 Пей и гуляй до утра На кожанах куртках и стенах Начертан анархий знак Твой дух мы несем в наших венах В руках черный флаг Поле, поле, гуляй, поле, поле Поле, поле на всех одна Играй, поле, поле, гуляй, поле Пей и гуляй до утра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова